Так, короче, старка второй, я уже запускаю, сейчас посмотрим, где кунг-фу-кап идет у нас. Сейчас все придется менять здесь. И что он не хочет заходить? Какие проблемы? Давайте-ка на Америку сорвемся. Значит, на Азии на самом деле проходит все. Продолжение следует... 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 Все, меняем сетку, ребят. Сейчас посмотрим финал кунг-фу-капа. Я его стримил на протяжении... Какой его получается... Групповой его стадии... А вот уже финал у нас... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Боев-7 написано... Мы посмотрим, боев-7 ли он там будет... Боев-7... Кто кого раскатал там как школьника... Ну, мейджер... Да! А вот НИП умудрился слиться. А, это ж не НИП, ё-моё. Это не НИП, Тудминг против мейджора, ё-моё. НИП слился, его даёт. Ну, Тудминг молодец. А я уже перенал НИП, типа. Надеюсь, всё норм, никто не обидится, всё прям на финал сразу же пришёл. Чё-то на Твича какие-то проблемы, я чё-то не понимаю, чё за хрень вообще происходит. Вот, попёрл стрим. Отлично. Чё-то все полгода заходят. Короче. Всё. Всё. Всё, я снизу, и это отлично. Так, брать задержку у Варди что, не в задержке, что ли? Ну, сейчас я посмотрю, есть ли у Варди задержка. Всё, поехали. Го-7 у нас, мейджор против Тудминга, поехали в финал Кунг-Фу Капа, посмотрим. Успели аж на финал прямо сюда. Глубоководный рифм мейджор против Тудминга, смотрим. Не, у Варди задержка есть, всё нормально, короче. Более на 90 секунд. Задержка очень небольшая. Я вас всех приветствую, конечно же. Помните про поддержу, пилю рекламу, отключайте, будут поддерживать меня и мой канал по возможности. Вот. Смотрим, что происходит. Даня начался, у Варди пока стрим, всё норм, короче. Смотрим, что происходит. Ну и посмотрите, что Тудминг решил в первой же игре сделать. Конечно же, это просто супер адский улынг с самыми ранними реведжерами с мейна просто. Ну а учитывая, что оппонент его мейджор не играет в разведку, похоже, что эта игра будет быстрой, но кто победит. Вопрос. Вообще, как бы, для Зерга неплохо всё складывается, Тиран не готов встречать. Три роучи, да, заказаны. Уже на два есть газа реведжера. Три дрона здесь, два здесь добывают газ. То есть сейчас на три реведжера газ будет. Ну а ещё роучи заказывают. Можно два по два формулы газ добывать. То есть с этого газа, с ближнего, сюда снять рабочих было бы. Так, забыл я убрать на самом деле. А, всё, всё, нормально. Всё, три ревагера вперёд. А тут, да, мейджор прилетел, всё, спалил, понял, что происходит. Заказывает бункер. Ну бункер, если успеет доделаться, то всё, Тиран неплохо будет. А бункер успевает, да, доделаться. Я думаю, тяжко будет продавливать здесь, конечно. Но бункер далеко, и он депошечки не прикрывает вообще. Смотрите, в чём прикол. Так, сейчас реведжеры выбьют депохи, а их всё больше и больше скапливают. Тут уже пять есть, просто один где-то сзади идёт. Можно по акту с бараком напрягать, просто жесть как. Аккуратно, надо будет к лудмингу здесь. Ещё роуч подходит. Демеджи на реведжер, просто надо ещё реведжеров делать. Можно больше красных этих назад вообще всех отводить, стараться. Опять подъём на ХГ идёт. Вот, минус реведжер. Криво зашёл как-то. Реведжера отдал. Два марика зато зачем-то. Мейджер вылезал сейчас из бункера и отдал марика. Зачем это было сделано, я понятия не имею. Тут, короче, факт. Лаба на старпорте. Чё-то собаки врываются. Скорость решил сделать. А надо было просто роучи сюда подводить, скорее всего. И не выходить ни в какие скорости. Собакам там просто не париться, как бы, на этот момент. Сейчас банша вылетит. Да, собаки доделают. Здесь два циклона. Бункер банша, как бы. Сейчас циклон ещё разбреют. Скорее всего. И это печально будет вообще. Ну, затянуло. Ведь всё было, чтобы продавить сейчас у мейджера. Уни, точнее у Турминга, чтобы мейджера продавить. 12 линк, это маловато этого. Чё-то камни зачем-то зэк начинает играть. Сейчас банша вылетит. Просто минус реводжера. И всё. И печаль, да? ГГ домой. Улетел, пацан. В космос. Конечно, что тут уже сделаешь. И чё не сделаешь? Ху. Ху. Так, минус реводжерский дом. Человек на перезвонить сейчас. Ху. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Начать сейчас стримить. Так, ещё тут всё летает, местами меняется, по чуть-чуть. КСМ-ки поехали на вторую базу. Переводится ЦЦ-ник, ЦЦ-ничек. Ну, 52, 51, здесь третья хата, но технологий-то у Зерга вообще особо нет, Слеера нет. Опять собаки начинают строить здесь гелики, просто против геликов боится Турминг без ничего вообще играть. Ну и сейчас по рабочим нагонят по чуть-чуть мейджер, подстроят юниты боевых. Сейчас армори будет, хелбаты будут, шесть штучек. Банша скоро будет готова, ещё два гелика. Стенки, правда, нет, контр-забегание опасное могут проходить сейчас, но нечем забегать в Зергу. Так, ещё с ковриком, погодите, рейп. Оп, там гелики приехали, как раз этот коврик управляю, но не трансформируется даже мажор хелбатов. Давай, Либератор летал, прогдали его. Продолжение следует. colours show 5 Так, собак пожарил геликами у нас с мейджором. Ну и гелики уехали. 8 здесь. Это мех, кстати, играет. Плюс 2 факторки сейчас на 2 этих лаба. Они перелетят, видимо, а Старпорт уже в реактор там пойдет потом. Залетает мажорик сюда. Выпиливает дронов 3 штучки на газе в легкую на мейне. Вот по рабочим уже и ровно пошли. Для зерга это вообще печаль, учтущий тиран 3-ю играет. Тиран еще и в мех играет. Нагло, кажется, цеху так не вычинивать. 600 хп, она на грани горения вообще. То есть, даже можно Ольдин Тарсона схлопотать быстро. Как бы не успеть поднять ее просто. Ахм. Так, три фактурки работают Гелики, Торы Сейчас чемоданы полетят в командировку Две штучки Как раз два медивака сейчас будут готовы Вот они, все, вылетели оба Надеюсь, мейджер едет с геликами Можно просканить, крип убить Можно все что угодно делать Три банши сверху Можно взять геликов, превратить хелбатов Вместе с двумя Торами Вот сюда напасть, три банши Можно развести, наоборот, Торы на мейнге Или какую-нибудь на вторую банши Баншами тут залететь вообще Так, спасибо за благодарность Спасибо, что смотрите Я не знаю, сколько стрим еще продлиться Слишком долго его не будет Сегодня мои уже приехали домой Все, Даша, Смаш Надо будет до дома дойти еще Человеку, возможно, мне надо зайти Сегодня будет прогуляться недолго Так, что тут Торы летают Первый-то раз летели Они так и не долетели сюда Или я проморгал Вообще никакого вроде боя Не было контакта особого там Ох, хорошо, Минка зарядила И тут Минка еще успел и понять, что Минка сейчас зарядит Увел своих этих собак Одну отвел Банши возвращаются Против Роучи Надо чем-то сражаться Здесь Торами попытался залететь У нас с мейджа ничего не вышло На Торами отступить Так, есть четыре танка Плюс Гелики Гелика хочет Ну, смотрите, какой сплэш Ой, какой сплэш Шуга Какой провал сейчас будет Со стороны Зерга Сюда наломиться Это дичь Здесь за каким-то хреном Просрал Тора Своих у нас Тиран Мейджор дропнулся Хотя прикрыл Гелионами И гидра Разбежалась Хороший С плиткой Шибул здесь Но Все равно что-то Так, хватает Не хватает Гидру врывается Банши прикрывают Танки вперед Пошли Мейджор почувствовал Что пора уже Ему идти и наказывать Это Марик Нет, не Зерговский Марик Это настоящий Марик через гепку Видимо пришел сюда Я не знаю Я думал Чендинг сначала Не, ни хрена А что мешает Заморфить Из Гелиона В колбатах Я не понимаю Мейджору Сейчас И просто победить На Аклике Взял Просрал всех геликов Так, на мой ведро Очень много Сейчас еще Зерк отобьется Блин Здесь Что самое интересное Хотя они Танки За 10 Либератор Есть Один В миксе Танки Здесь Через Аклик Два Дерутся Один На СиДжи Дерется И даже Он выжил То есть Здесь 2-120 Мейджор понял Что пора Свалить отсюда А то можно Потерять Все Блин Просто Заморфик Колбатов Убей Тут 2-2 И Четвертая Хата Рабочих У менеджера Больше С цеха Уже Есть Четвертая Вычинивает Он то Что Продемеджилось После выхода Фактор 5 Работает Старпорт 1 На Грейды 3-2 Заказывать Берева А Тут Заездки Происходят Я вам Не показываю Их Проморгало Тут Стэки Рабочие Едут 4- Здесь Еще Штук 4- Жесть Мейджор Нажигает 38 Дронов Узер Гастов Сколько Он потерял В игре 34 Ну В этом Заезде Он Штук 15 Потерял Здесь Пожгли Здесь Ему Пожгли Еще И на 4-й Тут Какая-то Хрень Происходит Теперь Они показывают Как рабочие Теряются Так Реведжеры Доходят Мажерок Там Два Танка А здесь Реально Много Танков Зер Какую-то Ловушку Попал Его Сто Лимита На 180 Терана Таг Два dim Есть Мастер В Продолжение следует... 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 Да... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok там есть Ваня уже из наших игроков ну и есть шанс у братка форестайлинг, еще тут играет такой товарищ у нас по-моему 3дб или кто-то я забыл да, Ваня Вердос победил там каким-то образом не знаю кем здесь все тайм раскачивать нефть у братка тут по чуть-чуть все строится минус КСН конечно 1 хп у нее остался не знаю, как она вообще ехала фоктана, реактор, барахла вот так, елики будут или что это будет, минки вроде как минки уже сейчас и это вроде как минки сейчас уже и не так решают так как из-за своей видимости после атака оно все равно строит то редко на мэне, то редко на второй а минки-то куда вообще нужны я чуть не понимаю я думал минками будет дейтиться Паша минус адепт раз минус адепт два зачем было их отдавать непонятно так, вот там минка побежал у Паши Стим еще барак погнал так, извиняюсь здесь посмотрел все поправил так, плюс два в гита два оракулы шатают, ребят мариков много здесь, почему, братка много, но недостаточно чтобы с двумя оракулами справиться как вы видите просто просто здесь унижает летает шоу тайм и это неприятно очень 36 на 60 с чем-то по лимиту это пешанорочкер поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает Паша Тащи и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и спасибо, Технорочкер так, два барака у братка еще плюсом сейчас будет работать Это три всего будет только. Только Старпорт пошел. А здесь третий. Я не говорю про то, что там Шоу Тайм сейчас наподрезал, но изначально у городка какой-то странный билд вообще. Не понимаю, какие-то минки, реакторы вообще. Сверх поздний стимул. Вообще Старпорт поздненький-то получается вообще нереально. По-моему, он уже по билду изначально как-то криво шел здесь. Такое ощущение складывается. Так, здесь везде минки есть по периметру. Здесь просто третьи Нексусы как бы никак не помешать ему вообще ничем. Так, везде минки, знаете, три. Ну Шоу Тайм видит все минки везде и вообще не палятся, короче, не летит туда. Делает влинк ПС-1. Вот это интересно. ГОСТАКАДЕМИЯ БРАТЮНИЯ БРАТЮНИЯ Так, КСНК-ПрИХОД. Тут один БЛИНК. Вижу, ГАСТА ДЕЛАЕТ БРАТОК ОДНОГО. СКАН БУДЕТ? НЕ, СКАН НЕ БУДЕТ. ПАШ НЕ КИДАЕТ СКАНЫ. ПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОДДЕРЖКУ. ЕЁ РАЗ. ЗОВИТЕ ВСЕХ СЮДА. ЧО ТУТ? ГУДКО СКАНОТ СМОРЯТЬ. Я ВЕРНУЛСЯ, ЧТО БЫ СЛУЖИТЬ. Ну и пошла атака. Два либератора, био, гост один, который я не знаю, что здесь вообще должен делать. Ну и ладно, их было бы два-три, там ЕМП бы хоть прошло бы. Один, ну куда-то ЕМП, на такой ЕМП-то не кинешь, чтобы там всем чё-то на демаджить. Тут вот только на одной ЕМП ещё проехал. Ооо, два-только идёт сразу на стазис попадает. Двадцать секунд ожидания, ещё один стазис пошёл. Ну и что это за группа такая странная? Маленькая группа какая-то получается сейчас на выходе здесь. Приходит гост. Неплохо ЕМП зашло, я должен сказать. Ну где либераторы? Были же два-три столько, что недавно. Где они вообще? ГГ, Паша пишет. Они на муве походу слились, я вообще не понял, где они. Это был один, ребят, было. Всё, по аж минус. Нулся. Получается, шоу. Там Нерч будет, кстати. У нас матч интересный вообще. Нет, посмотрел. А Ваня с пингвином будет биться, ничего себе. Смотрю, Ваня-то у меня там есть, нет? Есть Ваня у меня, да. Это ЗВЗ, а вот шоу Тайм с Нерчом я выглянул сейчас на самом деле. Напишу. Ну всё, что это финансовый Тайм Нерч самый такой интересный. Потом Акване можно. Так, Варди, говорит, можно заохостить. Спасибо. 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 он не ждем его где-то здесь и showtime ну showtime где-то уже на хосте по ходу дела ну все ребят крутой матч мы здесь будем смотреть здесь поднимаются похода клей 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 Продолжение следует... 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 еще одна батарейка щитов на 3 стандартное, абсолютно стандартное продолжение, это глефы пошли не чаша, а кона глефа у нерча, что у нерча рауч ворон, лейра нет пока 4 нет, крипа мало по рабочим отстает самое интересное так, ну все, треть них есть сталкеров, что на хрена, ему шел там у сталкера-то, я не знаю батареек просто нереально количество строит, ааа пошел рауч пуш, сталкеры понятно, зачем они нужны он это все спалил, понимает, что адептами роуч отбивать так себе затея нужны сталкера для этой обороны, ну почему одни батарейки фаржа же есть, закольжи ты фотонок-то несколько штук, хер ли эти батарейки вообще фотонки дэмэджа наносят много у них все, ну круто они все делают так, адепты с глефчиками, конечно же продолжает спрессинг фаербул именно по батарейкам идут, нерч не хочет, чтобы они тут работали долго два эмо... так, две СН-три сталкера и морфл новые, юниты из первых ты вышел, батарейки все, энергия кончилась, батарейки полностью ждет арахул, но он не перевернет явно здесь, сверху три сталкера до варфалис еще один эморфл, как же долго он находится и как роба убого стоит, есть один феникс, который мог королеву бы, например, поднять какую-нибудь там или что-нибудь поднять, пытаться здесь вот батарейку эту надо свалить иначе сталкеры сейчас сгинут просто и все так, эморфл заходит, всю батарейка отключена королеву эморфлами, шоу-тайм пытается минуснуть минуснул королеву надо роучи фокусить, фокуси роучи, дружок ты чего, фокуси, шоу-тайм роучи, молодец королевами, ну вот, этими эморфлами но в итоге королев перефокусал, третий вышел эморфл но и здесь азерга тоже прирост подходит вперед сталкеры бьются очень, здесь такая затяжной бой идет напряженный, все бусты в эморфл кидаются они как пирожки оттуда вылезают в итоге очень много их строится и быстро они строятся из-за бустов феникс оверу вбивать, королевы падают шоу-тайм отбивается, это гг не рчу шоу-тайм отбивается, это гг не рчу, ребята ну и все надо ли шоу-тайму лезть, нет, конечно сильный пуш по потерям зерга больше, шоу-тайм отбился батарейки подрешали, конечно, что там столько батареек было перезаряжали, они там все очень долго и плодотворно шоу-тайм отбился, правда минус нужно было получше контролировать шоу-тайм отбился, все затоптало нафиг, короче шоу-тайм отбился Так, ядра у неё сейчас вперёд идёт. Кстати, смотрите, нерч пуш провалил, рабочих умудрился наклепать столько, что Шоу Тайма даже опережает сейчас опять же по рабочим. Шоу Тайм пассивно играет, там в 4-й нексус выходит. У него есть с чем отбиваться, правда. Но Шоу Тайм просто ужасно делает апгрейды, то есть у него есть все возможности у просто сейчас новыми бустами грейдить с одной фарши, там уже просто крутые грейды получать. Но Шоу Тайм плюс один сделал и всё забил вообще на грейды. Зато 9 дронов нерчу минус, ну. На этой базе адепты зашли и туда на мейн залетели. Здесь, конечно, погибли, на мейне напилили тоже. И мы уже. Так, 151, 141. Здесь ещё пытаются шоу тайм найти. Куда тут ему дропнуть? Двум форжа, робо бэй. Можно бустить колосс, можно бустить. Вот это всё, ё-моё, сколько энергии их накопилось. Вообще энергию херово шоу тайм тратит. Очень много бустов. Их надо всех стараться, все бусты стараться применить. Ключевые апгрейды вообще. Форжа 100 бутового бусты должна. Так, оно и есть. Колосса можно бустить. Так, цонарная оборона пошла. Так, раньше посмотреть, на кого она лечит вообще. До потонки не доставят. Четыре ранжа, по-моему, у неё. Просто не показывается здесь, сколько это визуально выглядит. Но я вижу, что там больше, чем четыре. Там пять-шесть. Так. Мутали скилнер че. Что он гидру собирает, че-то штормяку собирается выщёлкать. Это будет тяжеловато это сделать. Батарейка сотку стоит, ну. Вышел патч или там комьюнити фидбэйк был. И недавно патч какой-то был. По-моему, батарейка сотку стоит. Или ещё только выйдет этот патч. Я думал, что уже вышел. Остуждают. Там ещё другие изменения, кстати, ещё более. Такие. Вдикально. Вот, муталисков повыпили. Олдшоу тайм. Девять пробок потерял, конечно, но... Боевой лимит, да, предостаточный абсолютно. Грейды две атаки, делается броня первая. А, и третья атака. Всё нормально. Ну, шоу тайм почти 200. Протсу сидеть на 200 лимита, но это я не знаю, зачем ему здесь сидеть. По-моему, нужно уже делать призму и стараться куда-то выходить. А, ну, шторм он делает. Ну, шторм можно подбустить тоже. Я бы намечил, шоу тайм 2 форжи. Сейчас чисто все... Здесь он 200, уже энергия, 4 бустые. А все бустые бы просто форжи бы кидал бы. У него бы сейчас очень быстро 3-2 бы доделалось бы. Можно было бы вперёд идти. Здесь люркера. И вот позицию проморгал. Главное, стоит, стоит, позицию проморгал. А люркер, как отбивать тут куклами? Там такой слэш дойдёт. Ну, не рчу. Палец в рот не клади просто. Дал шоу тайм построить люру. Пожалуйста, терпи теперь. Пошёл в атаку. Архона и Мортла. Нексус падает уже. 128, 188. Провал какой-то полный. Люра пришла и просто забрила вообще. Ну всё, Нексуса лишился шоу тайм. На шести часов, конечно, пытаются ставить. Армия-то уже не такая сильная. Уже нет того потенциала экономического, который был у шоу таймеров. Шторм зашёл. Кстати, штормов много нет. Хотя нет, штормовиков просто немерено. Я вижу, что у большинства из них даже на один шторм энергии, по-моему, нет. Так, нерч идёт на шесть. Колосок поддал шоу тайм на муве. Пошли штормы по люре, по гидре. Ну, люру штормы это хорошо, но и, блин, а у неё много хп слишком. Это ж не первый 100 граф шторм. 80 дамага наносит. Тут Оракула куда-то взялся. Начал атаковать. Меч шоу тайм даже отбился, но увидите, какой лимит печальный у него слишком какой-то. И нет экономики, чтобы восстановить. Привет, Винтер, и привет всем. Кто недавно подключился, шоу тайм идёт. Так, минус лёгкер. Каравтор тут пытается проблевать. Ну, пару брил. Аптера сейчас залетит, отдастся, конечно же, на спорках. Ну, вот эту базу шоу тайм может и подрежь. Хотя, ну, куда там, смотрите, гидры сколько идёт. 3-1 грэды, деснючку мага. Все, может, минус 167, 87. Просто после проваленного начала нерч просто берёт, играет стандарт. Шоу тайм какой-то супер пассив играет. Вообще вперёд не идёт. Нерч восстанавливает рабочих и ещё и побеждает. Здесь хороший телепорт был. Ну, а что этот телепорт должен сделать? Вот эти шесть шеста сталкеров, они что смогут вообще и где сделать? Это загадка. Как для меня, так я думаю, для вас. Так и вообще и для нерча загадка. Для всех загадок, короче. Сам шоу тайм даже не знает, что эти сталкеры должны сделать, чтобы победить. Но он сражается до конца, до конца гейминг. Это хорошо, но главное, чтобы не до бреда это всё доходило. Кому-то всё понятно, что игроки бывают сидят. 1-0 нерча. Ваня пингвина нагнул уже. Ничего себе, Ваня-то разбушевался у нас, оказывается. Полуфинале уже выдаёт. Чувствую здесь. Открою эту тестовую карту. Всё отлично. Ух! Продолжение следует... 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 Интересное забегание. Кстати, Глеба есть? Нет, ещё пока нет, сейчас будет скоро. 12 адептов. Ну, а Глеба, кстати, опасно будет очень это. Похоже, это 1-1. Почему? Хотя 30 собак у нерчанут, бейлингов нет вообще. А адептов пришло 13 штук сюда. Тенят здесь 12, один где-то сзади ходит. Ну, вот королевы втанчили и как линги хорошо набежали сейчас. Очень неплохо зашли. Ну, нерч отбился. Ну, по рабочему 64-50, не в пользу Зерга, это печально. 1-1. Грыл. Лэйра не было. Был бы лэйр, тут гидры какой-нибудь, можно заказать. Хотя, с другой стороны, личинки-то есть как бы. Единственное, смотрите, королевы стоят на мэне, вот никто личинки не кидает. А могу бы кинуть. Можно вебом? Да нет, там какая-то такая херь такая напряженная сидит. Просто, я думаю, одним вебом, мне кажется, не обойдётся там. Вообще, там, в браузер уже встроилась она настолько жестко, что сейчас с другой стороны почему бы и нет. Он даже браузер закрывает, она браузер заново запускает эта хрень, как бы. И вот пак ставит, что надо вообще. Короче, ладно. Потом будет время, запарюсь. Я этот, как-то, уже удалял у него, что-то там было дело, но... Ну, там винду тоже переставили ему там десятую, но опять сразу словил. Так, сто двадцать четыре, сто двадцать пять. Вот опять, смотрите, было пятьдесят рабочих зерга на шестьдесят четыре процца. И всё уже, семьдесят семь на шестьдесят девять, то есть, нерча больше, казалось бы. Почему так? Ну так шоу-тайм-то уперся в максимум на три базы, а нерч просто отстроил сейчас. Да, он отставал, но сейчас он уже хорошую экономику имеет. А шоу-тайм крайне пассивен, то есть, он сделал их от адептами, и всё, сейчас дома сидит, развивается. А где колоссы, где тайминг какие-то? Надо продолжать давить будет сейчас. Люркерден на дайне на четвёртой делается. Люркерден, это, конечно, хорошо. В прошлый раз Люрая подрешала у нерча. Да Ваня вообще чё-то сегодня, как бог молодой. Просто всех у нас не бывает до полуфинала дошёл. На финал попадать, чё тут говорить-то? Ваня. Кто у него там? ДНС и Мортал Пасты? Блин, ДНС неплохой игрок. Вдруг и Мортал Пасты управляет ПВП, я не знаю, хотя я сомневаюсь в этом. Ну, про задачу я думал, просто там они, ну, не просто там где alt-control-delete, они в реестре там прописываются. Что, задание в планировщике? В смысле, в автозагрузке, где мс-конфиг раньше был, сейчас через эту хрень или какие-то отдельные планировщики. Я вообще, хз, чё там за планировщик? Ладно, найду там просто через пояс тогда. Так, 190 на 160 лимита, ребят. 60 лингов, ух, у Нерча вообще хороший такой продакшн. Пятая база. Второй когутеринжовая атака. Опа, гидра на вторую, гидра на 12. На 12 здесь вроде как справляется легко, достаточно шоу-тайм. А вот на второй проблемы, ну, сейчас штормы по гидре зайдут. Ой, хорошие штормы гидра просто. Вот это фарш. Сразу же лимита Нерча меньше стало. Здесь тоже всё отдалось со всех сторон, круче, чё везде отдалось. Но! Есть шпиль и сейчас 15 муталисков Нерч, просто хопа и полетели. Или караптеры эти. Караптера мутка, да? А почему не мутка? Ну, на шторме мутка могла бы слиться так и так, на самом деле. Вообщем караптеры, чё они будут убивать-то вообще. Спасибо за советы, всё разберусь в сторону. КЗ, что такое, анти-мальварис? Да нет, там как-то он сильно сидел, я помню, что... Ну, ещё ладно. Сейчас я ваш текст сохраню куда-нибудь. Почту себе поставил, чтобы идти. Так, 157, 157. Всё бы ничего, у Нерча было вроде и лимит боевой, есть и бэйнов, много и караптеров. Но посмотрите на апгрейды шоу тайм. Вот, наконец-то преимущество бродусов благодаря этим бустам сейчас скрывается. Но, на Архонов только три атаки будет. Броня-то они... Броня им особо ничего не даёт. У Нерча есть Люра. Правда, на дальней базе она почему-то нихрена не прикрывает. Люра перекапываться надо срочно. Выкапывается Нерч. Пошёл на дальнюю. Копа... Копаться будет. Шторм. Бэйлинги могут не докатывать. В общем, проблема. Микс очень-очень опасный. Короче, ребят, три колосса, Архонов семь штук уже. И... Штормы, Зелки, как бы, грейды хорошие очень. Зелки заходят на дальнюю, получается. Здесь бэйны сидят, Зелки прыгают. Сюда надо... Надо чё-то чем-то прикрыть. Бэйлингами, что ли, Зелков догнать. Ядра вообще 1-1 грейды. Ё-моё, смех просто. Вот против 2-3-то. Пошёл шоу тайм опять вперёд. Караптеры врываются. Люра падает. Бэйлингов не хватает. Короче, 1-1 похоже, ребята. Хотя колоссов тех же шоу тайм выпилил, но вот эту всю на 3-2 грейдах то чушь убьёт. Караптер, минус. Ну, это ГГ, стопудовая. Здесь ничего... А, здесь люра напряг идёт люркерами. Третью напрягает. На вторую может слетать, но тут уже не выпущу. Сами понимаете. Это печалька. Это фиаско, братан. Называйте-то как хотите. Ну, вот, здесь... Ну, ну... Здесь тоже были здесь 2-3. На вторую. Что-то дополнительное. Там 3-1. Используйтесь. На вторую líзу. Ну, вот здесь. Там 4-3. Там 4-3. На крыльпы. Так, прыгаю в игру, отлично. Продолжение следует... 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 И 10 перна так заказано Я вижу костлявых этот скин Муталиски погнали Ну, шоу тайм, кажется, я видел Да, он начал фениксов давать Сколько у него, кстати Один есть, второй строится Ну, этого достаточно будет, чтобы затормозить муту Чтобы не дать ей убить экономику Прям сильно очень Так, у нее же не летит вперед Он муту, кстати, не светит пока что То есть он масить еще будет Муталисков, что ли, или что Не уверен, я будет Там он мастит, что-то или нет Ну, все Перезаряжалка щитов есть Все, попробуй тут муталисками Муталисков хоть их разбери Хороший дэмэдж заходит Не успевает, ваншотится рабочий Не успевает перезаряжать здесь у нас Хой тайм Ай, хороший контроль Все в тайм не ведется Они о чем-то и подловить пытаются Ну, все, видите, 3 феникса без потери Забрали 10 муталисков Нет, один потерялся все-таки Но Они ничего вообще не сделали Эти муталиски Ну, здесь в итоге Люра гидра И они еще собираются дальше прессовать Грейдан как-то слабенько У него с одного эволюшена все остампуется Здесь такое прям гигантское забегание звуков готовят Сколько их? 13 штук Это минус база Просто вот это здесь Ни пушки, ни бейлинга, ни люркера Ничего нет Хороший заход В ручки гидра Люркера Нерч просто переселяется Азилы-то без чаржа Я думал, что-то здесь не так А они без чаржа просто Вот в чем прикол Так, люркеры домой погнали Здесь Нерч еще и третий прессует Штармы ловят Но Спличено все более-менее Третий Нерч уже убил Здесь что-то на остатистных ловушках зависит Люркер погиб Здесь надо сваливать Но этим тоже они Не жить всем юнитам Зилки даже без ножек Просто выпиливают две хаты подряд Друг за другом Хотя нет, вот этот-то выживет, кстати, дальняя Ну, Нерча вот здесь дроны были Он переводит опять сюда на вот эту базу Здесь можно установить хатку Пока минералы, кстати, есть Что-то заказал Потом отменил странно Вот надо опять заказать Ну, что мы имеем в итоге 27 гидравистов, 11 собак Один люркер Здесь 6 штормовиков 6 имморталов Один звелков Архун Там адепт, как бы, разношерстный Шутая армия Но самое главное Это иммортал и шторм, конечно, в данном Миксер Я не понял, что он ослеп, что ли Почему он не делает дела там, чарж-то? Уже его тысячу лет как нет И он так и не пытается Сделать чарж Здесь что, ни одного энергии В штормякане Тут только сейчас появилась энергия Ну, да-да Умудрился шоу-тайм Все потерять До того, как энергия появилась И просто жесть Вообще какая-то творится Я же понял, что он штормов Не может накидать Видимо, прокликал Я не знаю штормовиков Там не знаю Как это произошло Призма летит Просто на муве минус Здесь что-то пролетало По поля ему Пополняла батарейка Все равно минус Но это победа Нерча 2-1, ребята Что как-то шоу-тайм Вроде все хорошо было Как бы Здесь повыпиливал Но конец Смазал концовку И вы видите Что происходит 2-1 Так Надо ваню искать Короче Против DNS У меня был DNS Где-то в друзьях Но может удалился Уже не знаю Какая-то херня Короче Так Напишу Ване Чтобы заинвайтил Как игра будет Он заинвайтит Я уверен Так Шоу-тайм Против Томику Сагуру Будет играть А, нет Чё Брасику Нечу Шоу-тайм Отлетел Шоу-тайм Ну ждем Ваню Тут больше нечего ждать Шоу-тайм так вердос что-то ждет не знаю а там это же у нас другой турик и как начался неизвестный поддержал ваш канал на 225 рублей все только я рекламу пилю а мне тут неизвестный поддерживает спасибо неизвестному спасибо всем кто поддерживает пацаны ждем продолжения ваня против dns хотелось бы глянуть но я не знаю может они уже вторую карту игра надеюсь что это первое что ваня побеждать там будет и будет финале вообще но за поддержку еще раз благодарю всех и 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 Ну а что делать? Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, ребята, всем за поддержку ДНС 1-0 ведет Ваня с мейна играет Пул первый, ДНС пришел в разведку И что же он видит? Пул первый он видит Черт побери А здесь пилон гейгасник С кибернетчика, все в стенке снизу Но тут придется ДНС поспешить Со стенкой Так, пилоны там по периметру Ставятся Так, тираны, тираны сегодня Мейджера унизил просто на Кунгфу Капе Всех был мейджер у нас сегодня А так, здесь уже тиранов не осталось Ваня ДНС ПВЗ Нерч Зерк ждет Томику Сагуру Там ЗВВ, короче Если ДНС с Ваней выпили То тогда у нас ПВЗ в финале будет Если нет, то тогда ЗВЗ Но с Ваней, с нашим игроком Это будет круто Браток сегодня был Уже Ну все, он кончился уже Потому что Проиграл, к сожалению Шелтайму как раз Еще в Бу-1 стадии Так, на мейне Старгейт Как бы Гейт Старгейт Кибернет Ооо, что это батарейка Че не закрывает ДНС Не понимаю Стенку твою Собаки со скоростью Уже там, ну он понял Что Ваня, видимо, не будет Там играет Симничать Ваня халявит Все, закрывает Смотри, что Гейт Так, на второй базе газа ДНС-ки добавляются Упиливает Дронов Ваня ДНС На 10 лимит Он в плюсик Сочет Второй Оракул Пролетит Ваня был не готов У него спорок не оказалось Здесь, к сожалению Смотри, перезаказал Здесь Спорку Ваня Кончилась энергия У Варакулы Повезло и Дрону И Королеве Но летит второй Оракул И Королеве Не повезло И Дрону Походу Если сейчас ДНС вообще Контролить начнет Да, и Дрону И Королеве Тому не повезло Вообще Гуру выиграла Понял Значит, они сейчас Начнут играть Гуру против Нерча Два польских Братушки У всех У них горело У Нерча Раньше Сейчас Правда Меньше Но Гуру Перенял Эстафету Ката Недавно Вроде Тоже Сейчас Поубавил Ил После того Как его Помню Забанили Откуда Что он Что-то там Про мусульман Что-то писал Там Как-то Вообще Непонятно Что-то Я уже Забыл Что-то Было Так Улетает Оракул У Вани Тут Один Гидральз Бегает Он Боится Им Плеваться Но И правильно Аккуратно Это Гидролинга Пуш Сейчас Будет Очень Такой Активный И Напряжный Как ЛЗ Формы Не знаю Он же Вроде Стримит Иногда Может Сейчас Не стримит Но Он играл Сегодня Не рчу Проиграл В принципе Если ЛЗ Захочет И будет По максимуму Трениц Он Восстановится В течении Кулугуда Я думаю Нормальная Корма Уже Уводит Просто Я не знаю Его мотивация Как бы До конца Он Гейминг Делает Или нет Ай Последний Удар Оставался Блин Все На грани Как-то Гидра Идет На мою Куда Ты бежишь Ваня Ё-моё Ага Кулмима Улетел Ну а Че делать 2778 Напряженный Заходят Здесь Со стороны Нашего Тирана Из России Ну Собаки Под Дархонов Как попали Жёстко Просто Гидра Упал Ему сразу Кабину Сломали Как только Упал Он сверху Все Растянули Мита Больше Вани Боевого И вообще В целом Но Он Все Растянуто Как-то Нереальная Эта Армия Оракулов Надо бы Покустить Оракулов Вань Пытается Покустить Гидры Не Остается Это 2-0 Это Г Сейчас Посмотрим Не Гуру Смерть Что Мы Еще Не Начали Кстати Значит Успеем Ворваться Сюда Cit 1- 2-20 1- 2- 1- 2- 2- Продолжение следует... 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 Так, ну все, одеть, пацаны... Гуру против нерча, ребят... Продолжение следует... Гуру против нерча... Продолжение следует... Так, что он пишет... Не знаю, что значит... По-польски что-то... Продолжение следует... 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 Ну что, везде здесь дроны, ченские. Фаербуллит будет, у него чё овера ходит мимо, вообще куда-то кидается. Ну, а вот это оказывается, у Нерчакс 55 дронов, это вообще немного, то есть это тайминговые роучи какие-то с его стороны. Гуру 61 дрон, и по-моему он роучи сможет сдержать легко достаточно. Ну и всё, Гуру как-то уже побольше роучей даже, тут 2 эволюшина, плюс 2 Энерч сам заказывает. Пошёл вперёд, да нет, здесь Гуру легко сдержат, у него уже эваджеры есть, и здесь только голые роучи идут, и нет особого газа, чтобы про эваджеров сделать. Так. 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 56, 66, ну вот у Нерча 3, 4 хата есть как бы, больше у него никаких преимуществ особо нет. Гуру было преимуществом, у кого-то сидела сейчас, Нерча рабочих добавил, и оверов сейчас в аерболе сходят спокойно, и эваджеры появились даже. Гуру сам четвёртую пак занимает, нам пройти камни, пробить просто. Гуру 200, у Нерча 192, а вообще овера у него нет. Гуру ещё сейчас и 2-1 прям доделается, а у Нерча до плюс 2 ещё 30 секунд почти. То есть он сейчас может, блин, с 1-0 против 2-1 начать драться и слиться, к примеру. Ну, вроде как бегает, пока не ломится на 1-0 грейдах. Субтитры сделал DimaTorzok Гуру 2-1 Гуру 2-1 Гуру 2-1 Гуру 2-1 Гуру 2-1 Так, короче туда-сюда бегают, ничего сделать не могут, лимиты равны. У Гуру Лёркер Дэн, у Нерча нету Вот сейчас забегание хорошее Роучи, от Гуру к Нерчу Пошло, но Нерч в это время Основную армию Гуру просто сминает Хлам, реводжеры подставились Какой провал, Гуру, что ты делаешь Это такой фейл Нерч заходит прямо в реводжеров Внутрь сейчас, мимо фаерболов Кстати говоря, зашел Здесь фаерболов часть попала на Гуру юнитов Реводжеры живут У Нерча и бьются успешно Вполне, кажется, Гуру не хватает Здесь немножечко до заказа У Нерча 27 ашроучи заказано У Гуру Гидра там заказано А, ну он Люру хочет мопить, я так понимаю Ну да, похоже, что Люру хочет Гуру мопить Поэтому у Гидры Заказал много Нерч отступил, но нагребал Огрёв на отступление У Гуру уже вторая от броня доделывается У Нерча только первая Так, ну не пробить такое количество Люру и Нерчу Голыми Роучи Реводжерами Конечно, если где-то её на Мувис ловить Зафаерболить, то да А когда она уже вкупана Что ты ей сделаешь вообще Гуреет Фаерболт шли Одного Люфера убил Как жарит здесь Колья вообще Так, Роучи Реводжеры У Гуру Роучи Гидра Люра У Нерча нет, Люру У Нерча хайф пошёл Гуру запас резок, кстати, больше Блин Нерч понимает, что он в лоб драться не может нормально Против этого микса Чё он там, я ничуть не понял Уже Гуру в размен пошёл, что ли, да? Удаёт А Нерча бегает зад-вперёд А, ну здесь пять плёток есть с другой стороны Пять плёток, они нормально здесь помогут мне с чего отбиваться А ведь здесь Гуру без... Смотрите, сзади Гидра бегает Люру вообще не взял с собой Как можно вот такие атаки без Люры проводить? Пришёл, насливал тут армия дофига просто и всё Пошёл на лом, ребята, Гуру с Люрой Пришёл, остаток в моей армии своих Ну как-то меньше лимита, чем Нерча Позиция у Нерча очень крутая Здесь получился, видите, как укрон широкий Просто на... Ну не с 360 градусов, но... Блин С трёх сторон просто 270 градусов был фронт, наверное, где-то И Люра в итоге сплэшем даже своим не зарешала Гуру меньше лимит Хотя у Нерча 150, смотрите-ка Сейчас тут Гуру запас этот потратит ресурс У него примерно такой же лимит будет А грейды лучше даже Боится Нерч, Гуру, тоже вперёд не идёт Ну Нерча, а правда она боится Думаете, ура, там может какая-нибудь, я не знаю Гуру нет такого Так, заходит, нет, фаер-булли там, Гуру, стабелён Часть Роучи закопана сбоку Вот, погодите, сюда урых будет какой-то Или что это будет вообще Так, ну Роучи заползают Здесь в это время Гуру сам в центр пошёл Ну Нерча резко выкопал, смотрите Здесь две королевы, во-первых, есть У старых это минус хат, а сколько угодно Слишком много Роучи Ещё и люльки разобирают, нет Ещё и отступает большей частью Роучи данных А тут у нас вайперы, сколько их, два и два стройцев Четыре вайпера будут у Нерча Ну можно накрывать зеленью Люру Можно вытягивать Люру Сам, кстати, так, Гуру делает несколько люркеров Понимает, что вороне пригодятся Нерча тоже люркер, да? Но он пока они вообще люркеров не делает Так, ну блин, жёсткая, короче, Роучи Роучи, Роучи, Робегатня У Нерча третья атака, то есть На броню меньше, но на атаку больше Это более сильные грейды И 3-1, чем 2-2, естественно, больше, чем На Гидро это равноценная ГРД будет А вот Роучи Реводжеры, которым по 2 демеджа даются На них не очень-то равноценная Ой, зелень заходит со стороны Нерча Хорошая по люре, по Гидро Роучам заходит Есть ещё зелёнка, да? Ещё зелёнка есть Люра вообще в бою не участвует Ну как-то Гуру Армия дерётся При этом всём очень неплохо, я бы сказал Но Нерча всё больше, он всё выпиливает 140 на 112... На 117, простите, по лимиту Сейчас ещё меньше будет Гуру 113, но... В этот раз до заказа у Гуру нет Здесь у него больше запаса такого хорошего нет Как был до этого Здесь на забегании Хату выбил, но Роучи все погибли Здесь есть куда перевезти Он две базы, блин, нераскачанных туда Дронов перевёл, да и всё И даже забил пока здесь восстанавливать нечего Гуру нет, вперёд идти, интересно Убивать тут уж пора бы Ну это ГГ, ребят, похоже Нерч тут всё-таки побеждает Люрей у Гуру нет, а нерча больше намного Он разваливает здесь всё в клампе Никаких контр забеганий, ничего такого нет Не знаю, чё сейчас нерч отходил Наверное, дома чё-то заказ какие-то делал Мой армию немножко растянул Ну Гуру с дронами пытается прогнать, конечно, нерча Часть юнитов нерч слил Вот сейчас чё-то вступает А, вайпер, вот здесь аж пять вайперов Боевого лимита Надо развернуться, надо идти вперёд Чё-то-то, кстати, не знаю Сюда зелёнку-то жалко кидать Юниты мобильные, их немного Но не Гидру ж притягивать Внерч решил, что почему бы и нет Чё-то не притянуть пару Гидралистов Чё-то их поменьше стало Зелень на роуче, они тупят И тут прям вперёд Тут ещё на Гидру, наверное, зелень поставить Да Ну всё, наконец-то 1-0 19 минут было Это игра Это для Мобоку сейчас долг Играет ЗВЗ тем более, блин Возможно, и вторая у нас карта такая же будет Подобная Фу, я аж чё-то чуть не заснул В какой-то момент Бывает Ничего, хост-то будет? Нет Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, ну снуд-то да, мог бы ещё дольше протянуть вполне возможно эту игру 1-0 нерч, ребятки Против Гуру Погнали Да не, я просто сегодня не очень-то выспался И как-то, блин, тяжело было Сейчас надо собраться Просто всё норм будет Субтитры делал DimaTorzok Так, рекламу запиливаю Давно не впиливал Так, семнадцатая хата Газпул нерч, семнадцатая хата Газпул гуру Катализатор катра Катализатор действительно Я думал, что не катализатор она будет называться По-другому как-то Естественно Бо-3, а вот финал с DNS-ом будет бо-5, скорее всего Бо-5, скорее всего Новая королева Королева успешно создана Бо-5, скорее всего Войска Роя атакованы Рой эволюционировал Так, ребят Ну тут я вижу какой-то подгрызончик от гуру Будет небольшой или нет Шестнадцатую нерча собак Погодите, гуру оверочи строится Ну я что-то подкопил немножечко линду дома, конечно А, все, дроны пошли Здесь собачки забегают Бейлинги взрываются На них там теряются Ну нерча 10 плюс дронов Делается У него третья уже хата есть Гуру отстает тут по всем параметрам А хата третья позже Все позже Лэйра нет пока что Да то Роуч Ворон Сейчас будет Кстати, какой-то странный Роуч Ворон И лэйр пошел Почему странный как-то Тайминг его Непонятен вообще мне То есть То ли для пуша То ли Просто это Роуч Ворон Сейчас низко роучи Будет перестраховочных Потом, вот видите Выход в третью идет Так, ну тут как-то Гуру вообще прогорел, ребят Третью базу потерял Отменили Королев отдал Роучи, конечно, вышли сейчас Вальца, они Революшена нет Плюс один на Роучи нет Какой смысл у них тогда Ну, блин, смысл в них есть Но я Не вижу Как смысла без третьей В данной ситуации строить Ну так получилось Так получилось Что меня еще напрягало Билт какой-то у Гуру Такой необычный Типа должно быть Было надежно А получилось Совсем не надежно Пошли до заказа Они отстроят Роучи У него плюс один Скорость У Гуру просто скорость Что я не понимаю Выходя в масс Роучи И не делать плюс один Это очень странно Такое вижу Всегда удивляюсь Чузерги так делают Как бы Нужно Даже броню Не особо нужно Грейт 100-100 Стоит Просто делать Плюс два дэмэджа Каждому юниту Офигеть просто Так Я вижу Что Гуру вперед Куда ломанулся У Нерча Больше боевого И дронов на 10 Больше И третья есть То есть Если Гуру Собирает сам Идти вперед То у него Ничего не выйдет Вообще У овера Не попасть Вообще Мерч Маневрирует Просто Маневровый овер Тут Разводит Гуру Он Задолбался Уже Фаербой Кидать Вообще Кидает Так Чтоб Ходя Не один Из четырех Упадал Ну все Овера В итоге Погиб Мне То Вообще Так 37 127 Лимита У нас Очень близкий Конечно Один хрен Что-то У Нерчат Побольше Будет Сейчас он Правда Делает выход Одновременно 10 дронов Заказывает Но это выход Который не будет До конца Эти Видимо Я так понимаю У Нерча Здесь идет Угрызается В реводжеров Роучи Получает Фаербулы Прямо В этом Замесе Нерча Было Больше Это видно У Гуру Много В дозаказе И он По этому ГГ Пишет То есть У него Маленько Даже Прибомбило Я бы сказал Нерч ДНС У нас Финал Го Форска Сегодняшний ПВЗ Замесе Замесе Так Так После Го Форска Закрыгляться Буду Ребят Поставлю На заливку Есть два Турнира Точнее Две записи Которые залить Брэйнкап И вот этот Турнир Вместе с Финалом Мейджор Против Этого Тудминга Будет В начале Го Форска Ну и ждем Финал А я вас всех Приветствую Помните Про поддержу Садлоги Включайте Подписывайтесь На премию Поддержите Мой канал Как-то так Спасибо за субтитры Алексею Спасибо за субтитры Алексею Игорь Негода Так Ну ждем Ждем Хост Короче Пацаны Игорь Негода Хост Пока нет Хост Игорь Негода Игорь Негода Ну что-то Пока молчком Все черкают Наверняка Короче Там карта Наверняка Черкают Карты Игорь Негода Хочется Хочется Уже Игры Пока Ее Нихера Нет Игры Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Так Что-то 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 Вообще Где Чего Нет Другой Турик Какой-то Там Хвостят Походу У нас А У нас Итинг Кстати Говоря И Ладар Хирус Ёма Там До хера Всего Короче У нас Там А вот Голк Войска Прыгаю Туда Гордов Чаму Проиграл Блай СТЛО Будет биться Ну Посмотрим Что там будет Блай Его Он СТОР Обыгрывал Ну Что А тут Нерч Против ДНС Который Почему-то Не зашел Пока На хост Не знаю Почему Сейчас Айдет Точно СТОР 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 Что-то Флук Какой-то Начался Конкретный СТОР 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 Так Что-то Опять Какая-то Польская Началась А Это ДНС Что-то Там Писнет Нерчу По-польски Ну Что Опять Поехали 0-0 Одиссея У нас Первая Карта Пилон Гейт В ГАЗ В Нексус Кибернар Чкод ДНС На 5 Часах Он Появился Синенький Все В стенке Снизу Сразу Здесь У нас 17 Ката Газ Пул Нерч Красный На 11 Ну Стандартные Опенинги Минимум Три Игры Мы Здесь Увидим Может Быть И Больше Если Кто-то Другой Они Оба Будут Выигрывать Соответственно Они 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 Моем Они Так, ну что, становится на минералах, поэтому ДНС, ну как бы их не трогает, рабочих на газ уже с точки сбора достроил вот в этот второй газ третьего, третью пробку, ну и бустит адепт, ничего себе, целый буст просрать в адепта. Ну а почему нет, зато он чуть ли не в два раза быстрее выкводит, как бы идёт вперёд взрыву уже напрягать. Строится тем временем второй час, тут буст будет во втором некто, всё, и что, куда он будет? Да, сам в себя в некто скидается. За один буст две пробки строятся, пробка строится 12 секунд, буст стоит 10, прикиньте, пробка строится 6 секунд под бустом получается, а буст стоит 10, 4, здесь две пробки почти за 10 секунд. подстраиваются, почти-почти, ну в два раза быстрее вы сами понимаете, на две не хватает, конечно. Пришёл адептам, посмотрел, тут пробка третью смотрит, хату, а что это такое у нас пошло интересно, уж не батарейка ли здесь будет какая-нибудь или блин, что это, форжи-то нет, потонки, это быть не могут. Чё-то не понимаю, они вкуривают, да, батарейка пошла даже две, нерч видит, кстати, батарейку строящуюся, собаки сразу сюда выбегают, чё вообще, чё делаете они с ним, может он тебе объяснить вообще? Кого эти батарейки лечить должны были? Ну, адептов, видимо, там, да, как бы, и Оракула в перспективе. Сдаётся мне, что их тяжеловато вылечить было бы, собак слишком много, нужен медленный варп, хотя бы сюда тогда. Оракул выпилил всех собак, две батарейки есть, пилон есть, убивать некого, Оракулам вообще юнитов нет. Если варпать сюда, варп будет долгий и задолбаешься, короче, это всё прикрывать. Но между батарейками, кстати, можно было бы варпануть, мне кажется, нет? Пилон лечит тут у нас ДНС вручную. Какую клавишу, кстати, у меня почему-то не забинжено, почему у меня не забинжено? Видимо, надо перебинживать мне, чтобы пользоваться этой штукой. Так, второй Оракул, где же варп какой-нибудь? Варп, кто-то надеялся, о чём прикол. Здесь королев уже, всё уже варпать смысла никакого абсолютно здесь нет. Ну, потратил хоть энергию, пилон полечил. Собак за это забрал, ДНС не рчу. Ну, в итоге всё отдал и, по-моему, не потеряет здесь. Не, не больше потеряет, но... Как, сейчас поймём, мы 100 или 75, что это за хреновина. Если сейчас будет 425, то 75. Да, 75 пока ещё не стоточку стоит минералов, батарейка. Это в следующем патче всё будет, я думаю, уже почему-то он вышел. Третий некто ДНС, у нерча рауч ворон, у нерча третий раскачивается, рабочий туда еёт. Лэйра пока нет, у нас где-то батарейка, где на мэйне батарейка. Масса Оракула... Ну, как масса Оракула? С двух стергейтов, Оракула и Средиземлю, походу, будет. С двух, не с трёх, так вы понимаете. То есть, может, побыстрее с них съехать будет. С двух, не с трёх... Так, ну что же, 5 араблов адепта ДНС, какой-то выход тут такой происходит. Здесь роучи уже гигантское просто количество это понимает сам ДНС. Сейчас, если бы он телепортнулся, даже глефу адепт нет, это просто легкая добыча для роучей была бы. А вот королев маловато, и можно сейчас выжечь по земле королев оракулами. Странно, что ДНС не попытался... А, ну тут спорки, он видел, что спорок много похож, поэтому не ставлюсь. Здесь сейчас целых три спорки. Четвёртого считают на мэне спорку нерч. Не рискует. А что же на золоте-то вообще ничего нет тогда? Здесь надо сразу три спорки этими рабочими впереди, и не вообще забыть. Так, нерч уступил, но как-то он не совсем своевременно это всё сделал. Ну-то одна королева в будня, так вот ТНР вылез. Куда он вылез? Ну и всё, оракулы выпилят сейчас всё. Причём легко достаточно. Королев всех потерял, дома инфестры тут золото раскачивают, пока королевы отдаются. Чем убивать арахулы? Ну, гидрой, конечно же, да. Ну, если так она будет выходить, то это минус. Всего вот инфестры разбрело сейчас. Печалька вообще какая-то. Так, у ДНС второго Роба Роба Бэй, здесь 4 гейта вижу я. Здесь 2, 6, и здесь ещё у нас 3, 9 будут. 9 гейтов сейчас есть у ДНС, 7, и там ещё 2 неоткрытых. Это много, и вот ещё 3 пошло, это 12 называется. Потонка, перезарядка потонки. Хорошая такая, сладкая парочка комбинация. Интересная. Здесь всё как-то застроено, стенками необычными какими-то. С мейну уже на голод, походу, поехали, но... Да, там оно хоть и не достроилось ещё, и даже с мейна они пока едут, оно не достроится, но... Уже решил заранее ДНС перевести Рабочих. Мне же по центру идёт, Оракулу одного минусует. Ну, Роучи Гидролинги здесь, в суд говорить-то. Вайперов пока нет. Хайв есть вообще? Нет хайва ещё, но скоро будет. Надо заказывать. Моментально падает Потонка. Падают тригита, падает перезарядка светов. То есть, слишком мы будем, и перезарядки не помогут вообще никак. Это минус ДНС похуже, ребят. Чё-то Нерч развёл его. Казалось, всё нормально. Просто Нерч пришёл на четвёртый, на золоте, устроил беспредел. В это время, пока ДНС там пытался справиться, забеганием. Второй Рабочих убил Гидро. И, конечно, лучше уйти, чё её сливать-то? Две атаки ранжовых есть. Нет, сверху всё-таки отбился. Но тут шпиль, тут лимита больше. То есть, сейчас Гидра это уйдёт, будет по земле дотекание как бы. Так, всего 26 Гидралисков, у Нерча и Лингов там 23. Ну и можно сейчас Караптеров заказать в Микс просто против Колоссов. Или в Муту Свич сделать. На Муту ресурсов нет особо, наверное, Караптеры будут. Так, ДНС справляется. Пока по четыре пробки восстанавливают. То есть, золото есть. Правда, здесь ни фотонки, ни хрена, ничем оно не прикрыто. Сейчас собаки прибегут и печаль там будет на этом золоте. По грейдам только две, одна атака у ДНС. Как можно в новом Старфрафте по грейдам так отставать жёстко и АХЗ. Но ДНС просто их не делал. Вот поэтому он отстаёт. Нерч пришёл на золото, смотрите. О, Гидра Линги. На вторую тоже Гидра Роучи, правда, пришли. Здесь Колосс один всего. Роучи, ну-ка, проходит. Сейчас вот Нерч, кстати, не слишком выгодно дерётся, я бы сказал. Сливается. Ну и с Караптерами решил в итоге дальше играть. Пять уже делал, скаточки сбора стоят вообще интересно. Вот все сюда, короче, домой. Хайф. Броня первая. Здесь минус Нексус на семи. Ой, минус Хата на семи, простите, выпиливает ДНС зелками. Собаки 0-0, чё их? У этих зилатов, конечно, не абсолютно бесполезно, но практически бесполезны. Хотя у зилатов всего плюс один, но это достаточно, что с двух ударов собак рубить. Было бы ещё броня, они вообще неубиваемые там были бы. Отогнал призму ДНС-овскую. Ну что, скопил Нерч опять 180. В Караптеров 5 летает или 6? Нет, 6 летает и 7 строится. Будет их за 10 штук сейчас. Это достаточно много. Да, зрительно, сюда оверх и шлетят. Похоже, дробку это намечается у гигантов. Гидророуч плюс Караптер, что ли? Ходит Нерч, он ход через верх. Где Караптеры-то всего-то они летят? Их очень много дотекает сейчас. 14 штук, и ходит. Здесь гидраль, 124 роуч, 9 лингов, 7 гидралов. Ещё Нерч строит, 200 его фактически лимита. Не рискует пока нападать. Опять ему 7 часов ДНС выпиливать пытается. И выпилит ведь. Так, здесь рабочку выпиливал. Немножечко ДНС-Нерчу. Надо отменить газ, он с Хатур заказать. Что-то он решил другим дронам заказать. Так, 176. Вот Нерч сейчас добегается, что ДНС-200 построит. И будет драться просто нереально сложно. А ведь у ДНС-а сейчас уже колоссов просто 4-5 штук. Кархоны, сталкеры там всего немедленно третья атака пошла. Нерчу надо тупо сейчас бруды. Вот он понимает это и отдаёт часть лимита. У него не хватает на брудов. А вот он 12 закалывает. Вот это уже солидно. Даже больше, чем 12 у него сейчас будет. Потому что 13. Лимит расхлаждается. Ещё одного прямо сейчас можно выпилить. Хараптор один там. Не заморфлен был. А, всё, всё нормально. Всё готово. 12, 13. Нет, всё заморфлено было. 13 брудов. А нет, вот он 14 беда могло быть. Ну, 13- это не очень счастливое число. И для ДНС оно будет не очень счастливым. Потому что столько брудов выпилить. Я не знаю, как продсу по земле сейчас на этой стадии. Даже несмотря на то, что у них вообще грейдов нет. Их выпилить вообще нереально против этих. Продсу. Смотрите, сколько брулингов. Потому что блинкнете сюда, там под гидру попадёшь под новую брулингу. Ещё и бруды как бы дэмиджа 20-ку за удар наносит. Так, ну мне ж летит бомбит. ДНС постоянно ступает. Две грелки делать пытается, чтобы хоть как-то здесь держать. Ресурсы, кстати, у ДНС вообще кончаются почти. Ещё и гидра, ещё и караптер. И всё, вперёд идёт. Ну, нет, чё-то затягивает куш. Ему надо шевелиться бы как-то. Сколько караптеров? Один караптер. 33 гидралиска. Ой-ёёё, 33 гидралиска. Это дичь. Поднимается на рамку. Да, смотрите, нерчу. О-о-о. Да, у ДНС у нерча на варфе сталкеров просто немерено. Но тут брудов ещё больше. Ну, ничем сталкеров. Ещё больше, чем сталкеры могут убить, хотелось сказать. Так, давайте на гидру. Блинк агрессивный. Сталкеры пытаются брудов выпилить. Выпиливается ТДНС. Дрался относительно неплохо. Но кончились сталкеры. Кончаются грелки. Гидра со всех сторон на 2-1 дрейдах заходит. Поливает нормально. Брудов 5 осталось. Сейчас трудов с эти сталкерами можно довыклить. Ну и всё, отбился ДНС. Да, бегался нерч. Смотрите, хат-то зато настроил тут. Вот балбой. Сейчас проигрыш может быть, ребят. Хотя рессы кончились. У нерча практически везде. Но он позволил ДНСу сейчас вообще в игру вернуться. Своими действиями странными. Врудов не хватило. Драйдов на врудов вообще нет. ДНС пошёл вперёд. Ну, чё он тут навыпиливает? Я хз. Здесь всё, золото кончилось. Здесь тоже кончается. И добычи-то нет вообще. Так, ну вот гидророучи, они почему-то стоят. А, здесь добычи нет. Никто нет, я вообще здесь хату отдавать. Походу собрался или что. Похоже, что да. Золото всё уводит отсюда. Здесь ничего нет, здесь не уводит. Один дрон, в принципе. Так, 125-150. Забегание гидророучами. Смотрите, на восстанавливающий тениксу ДНСа. 8 пробочек, минус. Это не даст ему ожить вообще. Третья атака на гидру уже почти готова. Там спорки пошли на 12. С этих хата демаж, наверное, в халам вообще. У нерча добыча есть, а у ДНСа нихрена нет. Он это понимает, нерч, как бы. Он не спешит куда-то ломиться. Здесь тоже он ещё-чуть минералов осталось. Ну да, вайпер, нужен был бы зелёнку ставить по земле против брудов. В общем, против сталкеров. Здесь был агрессивный блинк. Две зелёнки поставил бы, и сталкер бы никого не зафокусили бы так. Либо колоссов можно вытянуть под вот эту армию. И там вообще гидру нечем сжечь вообще. Вот ДНС сам поломился, но нерч ждёт его. 140 лимит астров. Смотрите, учитывая, что у него только дистанц-мания, тут ещё нормальный лимит астров у ДНС. Агрессивный блинк, прям в брудов идёт. Один падает, второй падает. Третьего пытается ДНС убить. Но не так просто это сделать колосс. Колоссы выжигают, конечно, но брудов много. Экономики не хватает. ДНСу всё-таки... Нерчу всё-таки хватает экономики. В общем, проблема здесь. Сбегает ДНС, теряет всё остатки армии своей. Чё хочет, не знаю дальше. Так, здесь инфестор потерял. Ну, тут, видите, нерча больше. Пять брудов, вперёд летят. 0-0 у них грады, правда. Второй хуго делается. Так, ДНС там пять. Несколько сталкер, всё вперёд пошёл. Здесь попытался выпилить 12 часов. С четырьмя зелками ничего не вышло. Нет, здесь три королевы, два гидролета. Блядь, всё будет убито, конечно же. Зато есть транслюзер. Которая нерча не кидает. Он гидрол сейчас вернётся, всё убьёт просто и всё. 12 всё-таки выпилил ДНС. И дай, Мико, у вас братюня. Так и не кинул ни хрена в итоге. О, брудлинги. Два брудлинга, двух сталкеров добили. Царские какие-то пацаны выпрыгнули, да? 48 лимит, ГГ, наконец-то, ДНС пишет. Понял, что беда, он уже что-то приуныл, уже, короче. Нерч бегает сзади, брудами гидролида. Гнать не может, как-то бегает, не выходит. Просто пытается что-то сделать. Вторая карта нужна. Гнать не может, как-то бегает. Чё-то хвост не видно. Гнать не будет. Продолжение следует... 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 Всё, призма минус 200 в 159 Корапторов 7, 4 будет 11 будет Можно и без брудов Попытаться Очень неприятно Я бы сказал, что сейчас встретил ДНС Нерч Сразу же выпилил Архона Несколько зилков Здесь такое прям Плотненькое забегание 14 зилотов на 3 часа пришли Гедрак, конечно, подтягивается Достаточно быстро, зилоты куда-нибудь Ага, ДНС решил, что Грейтер Спайер надо выпилить, Нерчу Успеет выпилить Не уверен, но не успевает Он выпилить хату успел, а Грейтер Спайер не успел Ага Интересный расклад Старгейт второй Кстати говоря А, три Старгейта Флитбекон Каррера Почему не Темписты? Интересно, Темписты быстрее Против брудов лучше заходит Сейчас Няч брудов наделает И придёт Там ещё никаких карреров не будет Блин Ну, будет ли Няч вообще идти Вот в чём вопрос Здесь зилки опять забегают А на 12 и на 3 На 12 В чём вся армия практически идёт Оставить несколько гидральсков Можно вот здесь Вот, чтобы выпилить Здесь 8 зилатов Это, на самом деле, не дёшево 800 минералов Просто 800 минералов Мимо кассы проходит Так, здесь гидророуч Против морков Архонов Шторма Как всё попадает Жёстко на шторм Вообще дичь 6 брудов Уже заказано Хватит ли этого Не пойдёт Лианер Вперёд Смотри, у него Люркерден ещё делает Между прочим Ой, под шторм Нерч опять зашёл И опять зилаты сюда Пошли Опять развод идёт На 3 часа Кстати Ааааааааа Брудов Выпилили Зилки Да, выпилили Шпиль И я Последнюю секунду Брудов Успел Заказать Вот почему 6 видимо Только было Ну и куда Они полетят Полетит куда-нибудь нерч. Да, сюда. Вот, летит ДНС. 200 лимита, надо шевелиться. Лимита хорошая, пока уродца не накопилось много. Ну, что-то без брудов нерч вообще идет. Куда вот? Что они летят? Не понимаю. Вообще зачем? Куда? Почему? Или что делать? Опять призма поперлась. С призмы зелки поперлась. Вот она висит, эта призма. Зелку общеской же нерч встретит. Здесь есть три гидролиска, но они что-то мимо тоже стоят. Ничего не делаю. Еще 600 минералов. Сколько же ДНС сюда влил просто минералов вообще? Жесть. С другой стороны нерча отвлекает, как бы, и строит более грамотный лимит. И сейчас еще три карлеры выток станет 6 и там уже не так просто будет его снести ДНС. Вообще, тут уже он будет сносить идти. Ай-яй-яй-яй, какой фейл. Нет, что-то делал. Кто-то в пятерке карабкает. Бруды летят сюда, но тут ДНС телепортнуться тупо может даже туда, мне кажется. Дождался брудов. Гидра здесь вроде как пришла. Два ДНС проходит дальше. Есть бруды с Гидрой. Два шпиля делает. Нечего. Хочет грэдды на воздух явно здесь запилить он. Успеет ли? Не знаю. Имморфлые пролетают. Харас там Зилки и Имморфлые будут. Да, варп к Имморфлам Зилотов и будет больно. А нечего. Это время Гидрой пытается навыпиливать. Вайпера бы одного сюда вытянул Мазершип и все. Можно уже что-то пытаться сделать. Так, Гидрой отбивается. Есть два раз. Справился здесь. Нет, у него 200. Куда ему столько-то шпилей? Три-то куда шпиля ему? Один про запас. Все, пошли грэды. Броня здесь. Здесь тоже надо заказать. Грейд, грейд в спаре. Не знаю, как будто в нем грэда. Нельзя делать, ничего бычего стоит. Здорово, Орандыч. Здорово всем, ребята. Опять развод идет. Здесь Гидра, здесь Гидра. Эту базу отменят. Ну, за счет запаса, Орандыч может втащить, попытаться. Я не знаю, но как-то уже и микс-то тут у ДНС жесткий. Какой-то 7 кареров. Два строится, 9 будет. Штурмяков 8, 8 арх. У-у-у, да ну-ка. Жесть какая-то. Здорово всем, пацаны. Финал от двух войска. Здесь 729-го сегодняшнего. За 150. А нет, 100 европейских рублей здесь. Первое ж место теперь только раньше. Первое, второе было. 150. Здесь два архона на трех заряжалках, две фотонки. Штурмовики со штурмом. Да тут одного-то не выпилить будет. Хотя не Агидра больше дам уже наносит, чем в секунду успевать лечить. Так, идет ДНС вперед. На 12 часа. В районе 12 еще не выпилил хату. Груды Гидра сражаться пытаются. Хараптеры влетают прям внутрь на архонов. Ё-моё, разгром, ребята. Пожгло, не рыча, в клам вообще. Пишем ГГ, выходим 1-1. Что-то вообще разфаршировал ДНС. Но я не понял, как вообще здесь без вайперов можно драться с этим вообще миксом. Мне абсолютно непонятно, если честно. То есть тут не зеленки в этих юнитах. Не вытягивание мазершипа. Поломился, наш шторм попал. Все. И люркеров пару можно добавлять, кстати, вот против этого кадирюша, чтобы они штороновичков напрягали по земле. Но это тяжело, на самом деле, их правильно вкопать. То есть это больше стационарной позиции пришало. Такой атакующий, но не так сильно. Караптер в новых нерч построил. А чё толку? У них грозы 1-1. Тут вот так с двумя атаками. Опять же справляется ДНС нерча армии. Тем более, что караптеры бьют в тело, а гидрад берется с интерцепторами. Какой смысл? Нерчик угорает. Типа, что имба, короче, и выливает просто. Ну, это нерч, это бомбежник, перданчон, пердачожник. Так, ладно, рекламу пилить не буду. Помните, про поддержку с отблоки. Подписывайтесь на премию, поддерживайте меня и мой канал. Ждем продолжения. Мы здесь. Вот оно уже не сразу собирается. Сюда! 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 Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... 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 Я не знаю смысл чаш бутить, он делается сотку, хотя, да, сотку здесь 114, разница минимальная, 14 секунд, то есть, если хочешь пушить, надо всё бутить. Архонов давар где? На призме, вот он. Но одного архона, одного пешимика не хватает, что слить архончиком. Кстати, у них теперь демидж есть, помните, об этом 4 аж демиджа, они в руки бьют, вели штормовикам урон. Так, чарж плюс 1, архоны летят, здесь столько роучин, смысл сюда в них дропать, сейчас сразу за залп 9 роучин, там просто больше сотки демиджа прилетит сразу же. Их сотки, 9 это, почти 150 демиджа будет. Давар взялков, бегут вперёд, архоны вниз сюда. А, достаточно ли тут, чтобы зилатов встретить, юнитов, вот у меня вопрос возникает. В рабочих зашёл, ДНС на халде, ещё-то встал 6 дронов, сразу выпилил. 8, здесь ещё архоны повыпилил. Оверы медленные, можно 4 оверов расколпачить этих просто. Нафиг, но чё-то ничего не происходит. Ну и здесь и собак выпилил, и 2 королевы ДНС выпилил. И здесь ещё одна призма, и с тазисными ловушечками харасил второго ДНС. Мультитаскер. Это кто такой? Сохнет что-то, иди, иди. Третья-то здесь вытирайся. Это морозок-то, а. Четыре батарейки. А, ДНС ждёт атаку какую-то, что ли, от Нерчаток? У Нерчаток всё хорошо с экономикой. ДНС шатал, шатал, да... Кстати, на 6 звуков, да, разменял. 2 королевы, лингов, 24 собака. Ну не, не все линги здесь ещё, арахулов или один из дронов. Ну это точно выгодно было для ДНСа. Четвёртый, вот Нексус пошёл. Да куда я могу спешить Нексусу ставь? Просто тут, как бы, сиди. Ты не понял, столько будет строить батареек. Закажите лучше пару фотонок ещё, чтобы само это всё лечилось автоматом. Ну, чисто против Нолума, это чисто шпьюнитов лечили. А у Нерча Нидус. Гнидус. Куда пойдёт? Сюда на золото, куда-то сюда на мейн. Непонятно ничего. Гидра идёт вперёд. Куда Нидус будет запелен? Камни Нерчаток пробивать начинает. Очень быстро пробьёт. Сейчас можно зайти. Ох, здесь стадис может всё заблокировать. Может зайти просто и выпилить здесь, например, всё, вот хотел искать. Но сейчас первая гидра заблочится, и не факт, что через неё можно будет дальше пройти. Не, можно пройти, всё норм. Проходят. А могло бы такая на стеночке встать, и сразу бы было бы минус. Ну, золото Нерч выпилит сейчас оппонент. На мейн ещё оверлетит. С Нидуса что там будет выходить, я даже не знаю, если честно. В это время ДНС опять делает. Харат устраивает. 9-7 дронов выпилил. На четвёртый есть что-то? Нет, на четвёртый нет. Чё, кроме призмы пустой. Вот он, штормовик бьётся с руки. Ну, он не соперник гидральства с руки. 189-135, и на мейн уже Нидусевич пошёл. А здесь ДНС ушёл в армию. Всё, печалька, печалька, бедыща, беда. Где Нидус-то стоит вообще? Всё из Нидуса вылезло. Назад, получается. И чё, Нидус? А, вот. А, тут три гидрала этого достаточно, считай, ДНС. Ну, Нерч, простите. Ну, и они рабочих выпилили, конечно, достаточно. Больше зачем? Надо здесь дома принять бой, отбиться от ДНСа выхода, как бы. Здесь опасный, очень-очень опасный миг. Шторма очень много, но если гидральского одного шторма кидать, то никакого шторма-то не напасёшься здесь на всю эту шаралгу. Всё попёрло. Понял, нет, что ДНС что-то тупит. Тянет время. Попёр гидру сюда всю, в Нидус. Две атаки у неё, у делков тоже две, как бы, у сталкеров. Вот атака идёт сюда на штормах. Роуч и гидра под ударом. Там Архоны и Морхлы всё здесь бьётся. 13 гидралов Нерч за заказывает. 160-101, но здесь хватит, Нерчу точно. Конечно, здесь в мясо всё просто спаршируют, но у него дома проблемы небольшие, в кавычках, сказал бы. Небольшие, понятное дело, в кавычках. У него минус мейн, там, минус золото, минус... Всё, практически. Хотя, при этом всём до сих пор крайне близко по боевому лимиту. Хотя, как 46-76, не, не близко всё, что было. Только вот недавно, только что всё было поближе. Тут за счёт экономики нет, просто в тачах и... А у ДНСа... Ну, хоть бы выбил Нидус, я не знаю. Гидры открывают дополнительные. 80 на 130 по лимиту. Типа, у телепартнуться домой, что ли? А, он всё потерял, просто ясно. Призму Нерч забрал. ДНС её не контролят. Он знал, где она находится. И вот здесь опять на мэн. Смотрите, ёма. Нидус-то живой до сих пор. 90 на 149. ДНС идёт, Нерч идёт, ставит точки. Гриты все отключены. Здесь возвращается бригада 12 зелков и морков. Три пти-штурмяка. Даже не факт, что они их всё отобьют. Хотя нет, этот отобьёт точно. Но я сейчас ещё, может, тут Нидусу подвылесу. Тормы хорошие заходят. Здесь тоже Нидус живой до сих пор. Да, даже 10 не отбил. Ну, в два раза больше лимита Нерча. ДНС опять до конца гейминг. Нам демонстрируют. Не любят Нерча, походу. Вот и не сдаётся. Так, упадет чуть-чуть назад. Гидра, кто новая-новая, вылазит. Зелки вообще все падают. ГГ. Один, два. Два, два, один, точнее, Нерча. Идёт один, два для ДНС это. Ну что же. Нужна карта четвёртая. Может стать решающей. А может стать предпоследней. Продолжение следует... 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 Чтобы вот это всё дело остановить, беспредельно, по-моему. Беспредельно! 106, 121, конечно, ДНС. Вот этот тайминг пришёлся. Грамотно. Понерчу. Почему? Потому что нерч вот строил рабочика, а всё это пришло. И в итоге у него на две группы нету, чтобы поделить всё. И с две стороны отбить два направления! Последний удар. Последним ударом Зилат убил вообще. 136, 110. На мэйне Зилаты зашли. Королева минус. Ёмара. Пыталась она уйти, ничего не получилось. Не уйти от этих обреков. Прыгают на чарджи, убивают всё. Шпиль делается, четвёртую чё-то не восстанавливает. Я не помню, почему нерч. Надеюсь, Зилатов не хватит, чтобы Хату убить, это видно. Но было близко. ПП меньше сотки осталось. А нет, 160 вру. Не меньше сотки. Ну, 160 это тоже 16 ударов. Ну, 15 Зилок там. Это 10 ударов Зилок. 15 ударов Зилок. Ой, 11 ударов Зилок. Прошу прощения, примерно. 11-12. 12 точно. 11, если бы 165 не успел зарегениться, допустим. То было бы 11. Как раз ровно. 9 муталейнер сделает. Есть, кстати, тут чего, чем встретить-то, да, Феникса опять? Блин, уже ДНС один раз так Фениксами на изичах отбивал. Всё это дело сейчас получится или нет, не уверен я. Выход идёт. Роучи Гидра, 155-128. Лимиты мута полетела. Но тут уже два Феникса есть. И батарейки есть. Даже ДНС больше двух что-то и не строят-то особо. Фатонки, Оракулы, дохренища всего. А вот пробки мимо идут муталейсков. Это норм тема такая. Мне же что-то решил ворвать всё равно. На вторую влететь. Куда ты летишь, муту-то сбрей. Сбревает. Ой, в смысле Фениксов-то сбрей. Сбревает одного. Второго не сбрить пока. Везде фотонки что-то у ДНСов. Ну, мут свою работу знает. Всё, что неровно стоит, всё будет уничтожено. И лунчики, и рабочие, и катающиеся. Здесь какой-то дистансмайнинг странный от ДНС идёт вообще. Дома призма летает. Будет нечего возвращаться, ловить его. Я не уверен, что... Да, вернётся. Решил, что надо сбрить это. Призма 79 дронов унирчает. Пятая уже в центре была, четвёртая восстановлена. Куда-то мутный полетел. На мейн, что ли, или куда он летит. Не понимаю. А, он летит проверять. Он думал, что ДНС успел туда улететь. Он даже и не улетал-то туда. Ну, норм, норм. Можно принять-ка его. 185-156. ДНС ещё варпит юнитов. Две атаки есть. Третью не делает. Здесь люра пошла, кстати говоря. Я... Люра не просто пошла. Здесь выход уже готовится. Самый очевидный. А вот это вообще не лево. На четвёртой, на пятой базе дальней. То есть здесь спорки не было. Прилетел Оракул на 11-й минуте. А для Лотова это уже, не знаю, 200-200 фактически бывает. Ну, сейчас 200 только у нерча есть. Ну, то есть прилетел и дронов выпилил немеренно из-за отсутствия спорки. Так, четвёртую нерч ДНС убил. Надо отступить назад под люру. Мута продолжает шатать. Фениксов принимает. Просто нерч там на изичах муталисками. Но везде фотонки есть. Как бы здесь везде напряжно. Но зато 5 баз в 3. Нерч сейчас плюси вообще в полном. Так, здесь без оверсира ходит плохо. Надо оверсир всегда, чтобы был. Тогда и вот не будут уходить. Апсо... Кстати, почему-то... Часто я заметил, что режимом разведки сейчас реже пользоваться стали. Может, тупят. Просто на самом деле суперкрутой режим. Больше видно, как бы висит на месте. Не надо запариваться. Но не все пользуются. Почему-то просто не знаю. Так. Здесь люра Гедра. Куда-то ДНС идет. Бо, он идет, короче. Он здесь забыл. Здесь ему нечего делать. Мута сталкеров в тылу там шатает. На халяву вообще. Есть два феникса. Ну, тут нормально все, короче. Фениксов тоже. От фениксов нерч просто улетел. Какая-то долгая игра такая вообще. Ну, вот ходят туда-сюда. Но боятся нападать 200 в 200. ДНС боится, нерч боится. Нерч, правда, боялся с люрой. Здесь надо было дальше, мне кажется, жать с ДНС пытаться. Люра очень ультимативная, потому что в этой ситуации, в этой связке. ДНС собрался прям в люрой. Ой, какой фронт. Архоны идут. Нас клэш попадает. Люркеров, конечно. Но тут просто невероятно сильный микс. Конечно, просто находится. Люркеров больше у нерча нет. Он сплитит все. Попадает на штормы. Урона прилетает просто немерено. Призму нерч сбривает, чтобы не было до варпа. Это шанс для него отбиться нормальный. 18 гидрал, закон 7 дронов потерял. Но, блин, здесь если есть шторм, а шторм есть. Да сколько здесь? Аж два шторма есть. Нерч это видит, что есть два шторма. Летит как раз таки отменять эти штормы. Вот это вообще штормяка ключевого сбрил. Люркеры сейчас будут. Полимит просел. Правда, гидра с тыла заходит. Куда она заходит-то? Сливаться, отдаваться. Люра вперед идет. Нерч капается. Пытает стогнать. Дилки прыгают. Сливаются. Конечно же, нерча даже в плюсе полимитрючки сейчас стало больше, чем оппонента. Да он прет-то все постоянно. Я понимаю. Призма у ДНС вперед летит. Надо все брать. Идти как-то нерчу что-то делать где-то. Здесь и есть база новая. Надо в дронах переводить. Вот она, призма. Они ДНС все не видят. Они очень внимательные. Заметил. Ну, ДНС улетел, кстати. Люру бы подвыкопать. Или я не знаю. Может, какие-то дроби куда-нибудь люркеры сделать. А хотя здесь везде фотонки есть. И некуда делать особо. 158, 165. Неужели пятая решающая нам потребуется здесь? Не уверен. Войска Роя атакованы. Роя атакованы. так, 187 197, опять у ДНС 200 фактически у Нерча 190, меньше у Нерча Гидра строится плюс 3 уже есть, идет ДНС вперед, в этот раз, кстати, архонов не так много силков больше в миксе ну и Леры что-то тут тоже не хватает, было чуть больше Леры, наверное, справился бы, Нерч ДНС хлам здесь обрабривает очень сильный, у них очень сильные моргые архоны 3 атаки это 2-2, ребят это 5-ая карта что напишет Нерч ГГ? пригорит у него маленький так, на отклики меня или Рустро копаю блин, хочу, чтобы она все убила а у меня на отклики сгревает так, призма прилетает здесь экономика видна, что ДНС больше намного эко сильнее сталкеры с блинком и с чашем лев только нет, разве что ну, здесь и адек только не кто хотят вот эти гидры-то они замечательно зашли но Нерч бьется как Лев посмотрите, он не дает ДНС-у как бы убить его целиком и полностью, что называется выехали дроны, но здесь экономики сейчас не останется, ребят ядра сражается просто очень-очень активно 3-ю атаку, кстати, Нерч вынужден был отменить а здесь 4 Дарка идут а Дарков-то нечем обнаружить сейчас под скорпу Нерч ушел одного Дарка уже выпилил ну, тут до варпы тут больше ресурсов и похоже, что ДНС ДНС здесь справляется с Нерчом оверсира нет а Дарки слишком что-то сильно здесь напрягают, режут хоть вот искренне эти Дарки может быть, даже Нерч бы и продолжал бы так сражаться нормально бы здесь здесь эти плетки отвлекли дается шанс Нерчу здесь разбиться здесь Дарки просто вырезают нахер-кату успеют не, не успел смотрите-ка, ДНС-то не успел о, бред ну, 70 на 47 парабам да, ну, здесь как только затягивается игра лучше бы уже сейчас добил бы он, потому что здесь у Нерча-фер шансов нет призму пытался сбить бьет нет, не собил здесь уже 5-й Нерчу скачает сейчас ДНС-200 выйдет я не знаю, зачем-то Грелок он добавляет а, ну, Грелок он боится брудов, видимо ну, тут никаких брудах даже речи нет тут хайп-то вообще есть? есть хайп с этим Нерчами? ну, даже адреналин он не сделал ну, у него и нет собак-то в миксе поэтому он и не делал ничего, походу так, 65-70 рабочего установил Нерч ну, хочет отсидеться хочет Люру опять остроить ну, уж какой раз Люрой, правда в лоб его убивали ДНС-Призму чуть не убил ничего экстраординарного Нерча-своих юнитов часто игроки убивают это бывает ну, как бы идёшь, кликаешь быстро тыкнул своего всё там, если через Аклик шёл минус юнит иногда это же приводит к печальным последствиям а иногда и пофиг вообще какой-нибудь сталкер разобрали и никто не вспомнит про него так, 154 Нерч уже лимит отстроил вот, кстати, Нерч хочет реально сейчас заимбовить каким образом он делает масс-масс-масс-масс люру то есть он понимает что он постоянно чуть-чуть люркеров не хватало чтобы отбиться и хватит ли сейчас вопрос открытый ну, а ещё больше люркеров делать нет чего 168, 189 боевого-то здесь больше крэдэксит никто не делает что мешает ещё люры заказать 9 штук это хорошо, но не предел у нас сами нам больше делать так, ещё ревелэйдж на спорке пошли призма облетает 4 зилка неужели Нерч сможет втащить эту как там флит бикон здесь greater spire днс обходит с разных сторон пытается зайти куда-то пошёл что-то проверять а, камни пошёл проверять но ему надо базу новую брать либо вот эту либо вот здесь где-то брать надо её получается тут что-то всё бегает зад-вперёд тупит сталкерами днс вот Нерч пытается перехватить но получает шторм неплохой такой ну сталкерайдинг падает здесь зато всё задэмэджилось с мяса шторм века слил с хорошим количеством энергии Нерча уже лимита больше ну сейчас до варп 1 и всё, нет лимита больше а здесь 12 зилков и похоже это значит что у просто 12 гитов вот смотрите пришёл ДНС обилкату доклую красную которая стоит 300 слил 12 зилков 1200 слил это неприемлемо для лейта то есть если как бы игра затянет к ресурсу и кончится это всё ДНС убоком выйдет если бас поровну они займут но в данном случае у него есть возможность экономическая так делать ну вообще это невыгодный размен абсолютно смысл ну убил хату ну продакш здесь нет здесь и ресурсов то нет ладно бы она хоть с ресами была ДНС француз забегание ровучи гидро идёт встал что-то Нерча что он встал я хз укроп поймал надо свалить отсюда ДНС понимает что его тут разводить собирается карьера уже пошли как первый по моему карте или второй во второй по моему там карьера ДНС строил Нерча плюс 3 почти готова закопка спорки пытается центр занять ну куда огонь ему лезть он в жопе был задницы полной и он никуда не полезет сейчас Нерч зачем ДНС уже там юнитов своих уносит давайте 4500 1500 минут будем здесь биться да сколько можно так гидра 3 1 кстати брейды у нее со сталкерами 3 в 3 бились гидрали ски победили флам учитывая что ну сталкеров хп кстати неполное блять понял ну тут груды а там карреры уже с грелками летают плюс 1 на воздух а у Нерчан улевые гриды воздух но есть микоз есть инфесторы что это будет кстати заневралить если пару грелок карреры прокликать вообще неплохо а зачем невралить то сейчас же есть инфеста террены которые по 14 дамам каким-то зеленым дерьмом по воздуху пуляют и многие жалуют что они очень сильные я не встречался пока с ними дарк 11 зелков на мейн пожалуйста пошли отступает назад Нерч 10 гедры 10 кп осталось один удар как они ни один не успел нанести я думал все уже тут один точно минус хата будет 2900 у Нерча уже лесов я посмотрю по 4 карьера днс уже строит как мне вот эта европейская мода затянуть все в хлам бесит просто ты уже выиграл 5 раз Нерча пойди ты добей нахер карьеров строить зачем давать зергу а строится калюру пробивал иди вперед добивай как норм корейцы делают нет надо посидеть и дать шанс сриться себе же так здесь ядра справляется с дилкодорками легко достаточно Нерча делает масс карьеров очень качественные лимиты они обесценят и бруду хулиру и что с ними делать да нихрин с ними делать абсолютно но зато нерч не дает снизу наглую бас поднастроить а выпилить он нахер здесь пойти вот эту выпилить может быть даже сюда телепортироваться просто сможет снизу снизу а снизу а снизу а снизу а снизу а караптеров сколько дать глянем 10 караптеров 5 брудов 9 люкеров инфесторы неврал воздушная броня вторая уже пошла если не дарк они вообще на изящих справились а у дарк рубят просто хлам все здесь бедные гидролиски здесь неч опять некс меняет днс здесь дарк который был до этого минус дарк у версиры прилетели пробочка опять выходит нексу ставить днс сверху что у него есть у него уже 9 10 карр 4 12 карр сейчас будет 3 3 играть на атаку воздушной вторые поля доделываются броня первая воздушная все днс решил что этого достаточно чтобы победить да неужели идет вперед или все таки недостаточно нет недостаточно нексу прикрывать так так третий поля пошли уже у днс днс неужели 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 помните, сейчас с современными, ну, Невралы плюс Инфеста Терана, они разбирают, очень всё хорошо, и выигрывать можно побеждать, на самом деле. Не рчу, но нужно собрать всю армию, он сплитится от всяких забеганий, там, естественно. Здесь хата будет выпилена. Пока ДНС свалил, нич просто приходит и унижает просто базу, только его новейшую ДНСовскую, но это не будет полноценный размен, здесь хер пойми, ДНС какую-то полудохую хатку выпилил, а ему не даёт поставить новейшую базу просто и от печали. Ну, мне кажется, ДНС вперёд дальше собрался идти, и не останавливаться на достигнутом. Нерчу надо брать всё, вперёд абсолютно. Вот он приходит, Гидрой, Караптер, и пошёл на лом, будет Инфеста Терана. Невралы, пошли Инфеста Теранов, я не вижу нихрена. Они ж имбовы. Да нет, здесь минус нерч. Здесь слишком много. Ну, я не знаю, Инфеста Терана тоже, наверное, не спасли. Здесь почему-то шторм здесь был. То есть, всё это время тянулось, чтобы вот это мы наблюдали сейчас. Нерча бомбанёт, если он проиграет. Отвечаю. Просто бомбанёт. У них, кстати, ТПМ один в один. Каждую игру почти там один-два разница. Порой игру, в игру. А так. Порой игру. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, ну пилю еще рекламу Знаете про отблок и про поддержку Все сами Вот Спасибо всем, кто поддержит. Поехали. Пятая решающая карта А я буквально сек отойду один Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, я пришел, ребята Хух, 9 часов почти так долго... Я вообще не помню, что Гоуфу СК как-нибудь так долго шло Вообще в последнее время, блин. Какой-то финал долгий, напряженный, какие-то беседка вроде людей не супер дофига Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как-то так там как-то она пишется Ну то есть фиолетовая неоновая площадь А здесь просто неоновая, чё за хрени вообще Неон вальд Там она Локдог подписался на премиум Локдог переподписан 33 месяца Ничего себе, локдог ещё Чельс 3 Скоро 3 года будет Чельс 3 Бустится оракул, ребят Нет, спорок ещё у нерча до сих пор Есть трессинг, тайминг оракул Усилился Благодаря бустам новым Это очевидно абсолютно Два дрона выпиливает А дэп не так уж много Спорку, кстати, не отменять не будет Я вообще так понимаю На 3.40, вот оракул уже 3.40, помните эту цифру зерги Примерно Ну, 3.30 я пориентировался 3.30, оракул к нате 4 юнита Убил минус оракул Ёма, что ты делаешь Что делает ДНС Нерч прибегает Кого ты грызёшь? Пилон грызи Но он бы не успел Даже пилон грызть Слишком быстрый Быстрый буст сейчас Всё Старгейт падает Нерч решил именно Старгейт первым выгрызть Ну всё, всё съел здесь вроде как Нерч Ну что, и не экса попёрла на 3-ю бою Оп, кто тут грустно устал и чали Не грустно, а усталый чали Поезд тут И залёг из деревни устал Ребята, 53.49 по рабочим близко А тут ещё и Четырьмя минералинами занимает ДНС Третий Нексус карман Сколько здесь минералов? Так, 1800 и 900 Да, два Жирных Два Где мало, короче Плюс 5 гитов Это масс-масс-масс-масс адепты, ребята И это выход будет очевидно сейчас от ДНС Сталкера оставляют здесь Он на халде явно там стоит сейчас А что у Нерча? Есть вообще Роуч Ворон? Да, есть Роуч Ворон, но нужны Роучи Без Роучи и Роуч Ворон-то так все По полезности Хату тоже карманную ставят Сейчас ещё один довар будет Прям вот Хотя нет, ещё не все гиты раскрыты Опять раскрыто, два делаются Долго они доделываются, блин Ну сейчас самое главное Адептами начать То есть если получится расшатать, допустим Отсюда они улетят И на второй базе зашатают, да? На второй будет Так, Роучи, конечно, не влетает У нас ДНС А здесь ещё довар, допустим, будет Как бы И они будут здесь напрягать Довар, там, следующий Иллюзии опять вперёд Полетели Восемь Роучи и Нерч делать Но эта игра Вроде не выглядит затяжной Как предыдущая Пока что Ну, хату ДНС Нерчу третью Ну, здесь, понимаете Здесь масса адепты Ну, можно ли с этого пуша слезть? Да иначе считают, что можно Ну, почему нельзя И Мортлы заказаны Там блинк и Мортлы Всё стандартно добавлять, как бы Видно же, что уже с Роучами в лоб драться не получится Но Вот эти ребята уже мясными становятся То есть они А вряд ли эффективно ещё раз разменять Хотя, с другой стороны Здесь впереди Сентрием И мы будем сзади там стоять-ка его Допустим Точнее, сзади Сентрием И мы будем То будет всё норм вообще Боевой лимит Это Control Shit Нужно с ним нажать Вот он и появляется Ну, можно из рабочего Из цифры рабочего читать И тогда будет Боевой лимит Немножечко напрячь мозг Свой, как бы Понятно, что у кого-то Кому-то не понятно Как это, наверное Но Это правда Что так можно сделать Ладно Четвёртая хата пошла, ребята Заново Устанут не здесь На девяти, а снизу Нерч у нас ДНС ходит Адептами рядом всё ещё Блинк почти готов Ой, в Роучи попал ДНС Что ты делаешь вообще? Будет адепт Прям на второй врываться Да, ДНС ничего не остаётся Да, Нерч рабочих не увёл А зря! Дронов пять Погибло Восемь уже Но зато адепт Устил просто Немерено ДНС сейчас Призма мэн сейчас Адепты в неё Прикольно Садятся так Издалека Так Так И чё по времени-то у нас Почти девять часов Почти девять часов Короче, сейчас, ребят Я поставлю на заливку всё И там стартану Ну, по-отому Всё Ну, по-отому Ну, по-отому Ну, по-отому Ну, по-отому Ну, по-отому Что занимает ДНС Проблема с грейдами То есть Пуши И грейды 0-0 Были вообще Сейчас придётся Нагонять по Афгрейдикам ДНС Но он будет стараться Ну, по-отому Улучшение 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 Так Нерча Подловил ДНС Я извиняюсь Мне, человеку Надо было ответить Срочно Ну, вот Ответил И проморгал Момент Ну, увидели всё На ФП Просто пойманы Роучи Ладно, не буду угрубить Всё норм, короче Ребят, ну ДНС идёт вперёд Нерча побольше По лимиту становится Он делает Реважеров Он делает Гидру Он делает Лингов Он всё здесь делает Что только может Вот, у него хороший лимит Но И у него больше, чем у ДНС лимит Но здесь с Н3 Как бы Филды могут решить всё Но есть Микос Такое слово Микос Это опасно Всегда Ну, теперь-то Не полностью униты стоят А ведь Они ходят медленно Так Почти что 200-200 Ну, ДНС Плюс 1 только Вот, минус По грейдам Ну, у них сейчас Тоже только плюс 1 По грейдам В принципе Паритет Более-менее Хотя, не Какого-нибудь будет Паритет Здесь плюс 1 на всё А здесь Слинги, например, Испухли Они по нулям у них Ну, всё ДНС 200 наваркался То есть Пилона одного нет Сейчас 4 лимита 5 лимит не может Боевого занятия Ай, нет! Пошёл вперёд! Микос хороший Фаербулы Заходят ДНС проморгал Атаку Зерга Сейчас, но Очень хороший Фронт у него Варпит новых Юнитов Инфест террано ставится Ну, что Куда-нибудь К тому Уводит Пусть они хоть подрались бы Немножечко На заказ ещё 10 гидралов Эволюшн 1 Старается Трудится Работает Главное, что уже Грейтор спайр почти готов Но Нет ни одного Хараптера У Нерча И нет никакой возможности При таком прейтинге Брудов-то выйти Да здесь, тем более Микс против брудов норм вообще Со сталкерами Просто под блинг и всё Ну, тут что-то ищет Ну, не ищет Он обходит просто Нерча сзади А Нерч в размен Он, кстати, не раз Нерч такими разменами Выигрывал ДНС поднял с того Сталкера Чтобы засейвить От рачей Ну Грамотное действие Но Не Не Кудесник Всё-таки Уже для 2017 Это ещё Потому что Это делали ещё Эмсиди Не знаю когда В воле Там Такие подобные Фишки Приходит Нерч в размен Ребят Нерч у ДНС ДНС у Нерча А здесь Люра Здорово, братья У неё Как с люрой Вот эти пацаны Сталкеры Они против люрой Очень убого дерутся Я вам честно скажу Я это знаю Они-то Корешки Скалываются Щелкаются Здесь ДНС полез Куда ты лезешь? Хараптеров Навыпиливал Всё Навыпиливал Один Толк Ушёл Здесь стоит ДНС Неужели не пробьёт? Куда он пошёл? Смысла назад идти Нет никакого ужаса А с другой стороны Здесь что? Здесь добыча есть Блин Здесь тоже правда есть Немножечко Чё да Я не понимаю Чё ДНС делает Ребят Ну Либо ты принимаешь решение Идёшь домой Леско отбиваешься Либо ты Принимаешь решение И здесь пробиваешь Как бы ДНС потерял Чё он армии-то стоит своей? Чё он контролит сейчас? А он стал Так и смысл здесь нет Ни люры ни хрена Иди ты отбей Сейчас добычу Мог вот эту не потерять Вернуться А у Нексуса и рекол ведь есть Ёпт А чё он Просто забывают про рекол Я вообще редко вижу его Вот чё мешало сейчас ДНСу Вот здесь вот Когда видишь что ли Ру не правит Рикольнулся сюда вот Ну пока сюда не зашли Вышел Всё развалил нафиг Ну боевой у ДНСа неплохой Лимит 72 на 93 Против зерга С тремя атаками Против двух френджовых Одного популя То есть это норм ситуация Но Там есть добыча У ДНСа нет нифига Добыч никакой Фаерболы заходят Больно По двум сталкерам попадают Инфестор уходит Блин Нечем обнаружить У ДНС обст Вообще есть деньги Нет ни одного овса, нет вижена, нет арахула, нихера нет, короче. Добычу чуть-чуть на мейн зато осталось. Но стоять ДНСу вообще ни на руку не вариант, абсолютно. То есть, здесь 55 дронов, это 3-2, победа нерча, уже можно точно сказать это. С высроятностью 90 с лишним процентов, но еще нужно бы смотреть до конца. Но ДНС тупик, что он, короче, делает вообще? Че-то блинкается ДНС на месте, че он делает-то? Маракул для вижена нужен, да, но Люру по-другому не убить, атоноидой, ну не убить, а толку-то че. Здесь инфестер с ныком, то есть как только отсюда уйдет. Ай, че за херь. Хе, с N3 нерча минус, ну это все с прикольным. Ну да, я думаю, что в размен ДНС не очень прошарил как играть. Да как он может не шарить, блять, ну если ты ладер играешь там по-любому, иногда размены получи. Другое дело, что кто-то любит это дело, например, как я раньше любил в воле очень, я в PvP любил разменивать там, как переселяться, как робот там знал все это делать. Тут не очень любит, и у него опыта меньше. Ну старается так не играть, не допускать такого, допустим. А надо всегда все знать, потому что если навяжут тебе, то... Размен как бы ты можешь не хотеть в него играть, но тебе навяжут. Так, уходит нерча сейчас, ребят, я даже гляну, что у нас завтра вообще там... Есть что-нибудь интересное вообще завтра у нас... ОСЦ, Ладархиро, так, ОСЦ завтра у нас в... О, Вардивикли завтра в 15.00, в Season 3 Final скоро... Вардивикли в 15.00 будем, смотри, больше ни хрена нет. Скопление минералов выработано. Месторождение минералов иссякла. ДНС приходит, нерчу. Ну, новенькую хать выпиливать, нерч возвращается. Леврот, такая армадина, блин, еще даже три бруда есть. Пока они прилетят, здесь уже ДНС дохнет и ГГ напишет. Ну, они есть. Караптеры грелочь тут, все, нерч уже... Уже он просто ДНС хочет здесь немножко... Бомбануть, чтоб он... ГГ написал, да. ГГ НДНС не сдал... Ну, нормально все. ГГ пишет, левает. Короче, ребят, завтра в 15.00 в Ордивикли будет точно. Может быть пораньше что-нибудь постримлю, не знаю. Вот. На сегодня все. Записи... Записи, короче говоря... На Ютубе будет запись... Русбрейн Капа, запись... Вот этого ГУФУСК. А также там... Я... Тудмин против Мейджера постримил. Финал. Тоже с третьего турнира успел. Он там 4-0. Мейджер аннигилировал, короче. Вот. Ну и я с вами буду прощаться. Громадное всем спасибо за поддержку. Это необходимо. И спасибо всем за... Я уже заговариваюсь, подустал. Спасибо всем, кто поддерживает, короче, ребят. Вот. Увидимся завтра. Делаю стоп-старт. Пора домой. Жрать хочу сильно я. Все. Пока всем.